Мы ходили в поход с ним вместе. И там мы ходили в Соленый Лиман и возвращались с леса в Черкассу. И там нашли эти гильзы. Это были пустые гильзы. Я их увидел уже потом в маршрутке, он показал. Пронес показывать, конечно, но они были абсолютно пустые. Все участники этой трагедии живут. Я только что из операционных, где последнему ребенку была проведена лапароскопическая операция. Оказалось, что у него осколочное ранение, проникающее ранение брюшной полости с повреждением селезенки. Было небольшое кровотечение, которое, в общем-то, остановилось. Сейчас проведена санация. Даже с пленоктомию не делаем, потому что осколок маленький. Все это зарубцуется и практически не будет мешать ему жить. Что же касается остальных детей, у одной девочки легкая травма, ранение сквозное. И, в общем-то, совершенно не, будем говорить, без угроз ни для сустава, ни для жизни пациента. Она сейчас в отделении травматологии госпитализирована. И находится там, будем говорить так, психотравма, конечно же, и поэтому состояние средней тяжести. Что же касается первого ребенка, который был оперирован. Ну, собственно, одновременно шли операцию по поводу двух детей. И у одного минно-взрывное осколочное ранение брюшной полости с повреждением сосудов брюшной полости, с повреждением кишечника, восемь перфоративных отверстий. Произведена резекция этого участка, тонкая кишки, наложен анастомоз. Произведена резекция с анастомозом. Он сейчас находится в отделении реанимации, и состояние его соответствует. Ну, тяжелое, конечно же, еще. Он выходит из шока, потому что там все виды шока, которые есть, и травматические, и гипоголемические. Второй мальчишка оперирован по поводу тяжелой травмы руки. Там на уровне верхней трети и средней трети приплечья обширная рваная рана с повреждением нерва, с повреждением сухожилий. Все это восстановлено, сшито. Ну, понятно, послеоперационный период будет протекать с восстановлением как нервов, так и сухожилий. Тоже, в общем-то, находится в отделении реанимации, проводится инфузионная терапия, антибиотикотерапия, все, что соответствует.